Календарь. Ремни. Ножи. В опершопе закажи. Всем привет! Здравствуйте. А мы сегодня не просто так собрались. Сегодня, во-первых, мы хотим поздравить Михаила Васильевича. Здравствуйте. Во-вторых, хотим поздравить с выходом очередной статьи в международном журнале от души. Это во-первых. Во-вторых, статья же не просто так. Она нужна некую тему. А тема интересная. О ней мы сегодня не поговорим. А именно, все, наверное, помнят, когда у нас случилась социалистическая революция. В политическом, конечно, смысле. 25 октября 1917 года. Однако так вышло, что сейчас у нас на дворе период реакции. Значит, в каком-то месте хронологии случилась контрреволюция. Вот Михаил Васильевич нам хочет рассказать, где же вот та точка, где случился слом. И на смену восходящему историческому движению пришло нисходящее. Да, спасибо, Каим Александрович. Действительно, это, так сказать, оказалось некоторое белое пятно в новейшей истории России. Потому что мы знаем, что Россия была социалистической. Теперь уже, так, я думаю, сомневающихся в том, что у нас капиталистической России тоже нет. Хотя нам долго тут талдычили, что это новое общество, гуманное общество и прочее. Мы пришли, так сказать, к капитализму со звериным лицом. Когда ухудшается жизненный уровень трудящихся. Когда смертность превышает рождаемость. Когда имеется безработица. Когда люди работают в тяжелых условиях труда. Когда условия труда не только не улучшаются, а делаются такие способы, чтобы эти условия объявить хорошими. И для этого целую систему придумали. Система оценки условий труда с 2013 года. Да, хорошая. Невредные условия стали невредными и так далее. То есть, мы получили обычный, но плохой капитализм. Почему он плохой? Понять очень легко. Потому что у нас это второй капитализм. Первый капитализм был после феодализма. А после феодализма капитализм прогрессивный строй. Кто зачинатели этого капитализма? Это передовые промышленники, купцы способные очень. Это инженеры, изобретатели и так далее. Ну, вот тот же самый Форд в Америке, который себя проявил как прогрессивный весьма человек. И даже зарплату повышал. И условия труда улучшал рабочим и так далее. Лампочки на заводе развесил. Да. Вот. Короче говоря, а что мы имеем сейчас? Из кого появилась нынешняя уже из тех бывших комсомольцев, как Ходорковский, которые там делали НТТМ, потом торговали, спекулировали тем, что они привезли из-за рубежа, потом они с какими-то махинациями захватили природные ресурсы и используют их как свои. Ну, вот одного прогнали, остальные остались. И у нас таких очень много. То есть, таких людей, которые бы, будучи нынешними капиталистами, сделали что-то для поема производства, мы видим, что все время один, два, три, и больше один, а два, три только потому, что ведомство, которое занимается статистикой, перерыв подчинения Министерству экономического развития. У нас был, ну, как про него тогда думали, думали, светоч фармакологии Бронцалов, который, как думали, сейчас начинает выпускать новые какие-то лекарства, у нас скоро невидимая рука рынка в лице Бронцалова завалит весь, по крайней мере, отечественный рынок и минимум половину зарубежного дешевыми хорошими лекарствами. И какое-то время так оно и было, а потом раз Бронцалов передумал, бизнес продал и исчез куда-то. Зато у нас очень много аптек, а почему много аптек? Если нужно какой-то препарат найти, вам нужно много аптек обойти, потому что ассортимента нет такого обязательно в этих аптеках, в этой есть, в той нет, там дороже, здесь дешевле, и так далее, это такая мощная форма бизнеса современного. Но это точки осуществления спекуляции, потому что у нас же никто ничего не производит, у нас там 90, наверное, процентов наименований разных пилюлек, все иностранные, а значит, их где-то купили подешевле, а продали подороже. И упаковали в Россию. Ну, возможно, да, упаковали, это важно. Ну, вот одним словом, ситуация такая, что раз был у нас социализм, а теперь у нас капитализм, и эта дискуссия по этому вопросу уже не ведется, это всем стало совершенно ясно. Еще ведется, почему же не ведется? Ну, это оригардные бои ведут товарищи, которые... Нам рассказывают, что все, что сейчас есть, это напрямую социализм, как он и был в Председательском союзе. Товарищ Путин об этом ведет оригардные бои, я сам слышал. Ну, оригардные. Оригардные бои ведет Путин героически. Ну, что делать, так сказать, кто-то должен же защищать. Люди, которые находятся в системе управления государством, государство какое у нас сейчас, буржуазное, они должны защищать интересы буржуазии. Или они не будут защищать интересы буржуазии, они не будут в буржуазном государстве в управлении. Это совершенно понятно. Поэтому как-то этому удивляться даже и не приходится. Поэтому встает все-таки тот вопрос, который уже озвучил Климин Александрович. Где та точка, которая является точкой контрреволюции? Если мы хотим сказать о самом переходе, о переходном периоде, к капитализму, от социализма, он длительный. Ну, можно сказать, лет 30, да? Так вот, если говорить. Где-то вот с 60-х до 91-го года. Ну, для того, чтобы даже об этом периоде говорить. От социализма к капитализму, наоборот. От социализма к капитализму. Нам для этого надо эту точку тоже обозначить. Потому что иначе непонятно, когда начался переходный период. И когда у нас государство стало буржуазным. Потому что если оно было государством диктатуры фольтриата, государством рабочего класса, то, значит, следовательно, в какой-то момент не как оно стало называться. Называться можно что угодно, как угодно. А когда оно, по сути своей, стало противоположным государством, которое стало осуществлять не интересы рабочего класса и, соответственно, всех трудящихся, а когда оно стало выражать интересы какого-то верхнего слоя, который превратился постепенно в буржуазию. Часть этой буржуазии как бы отделилась в отдельное плавание, ушла. А часть, так она в скученной форме такой, в виде некоторого конгломерата, сидит в государственном секторе. Потому что государственный сектор у нас выпускает по одним данным больше 50% ВВП, по другим данным 70% ВВП. А, значит, состоит этот государственный сектор из отдельных предприятий, которые действуют как в свое время в госкапиталистическом секторе. Было еще. Переходный период от капитализма к коммунизму. Это что значит? Значит, что это государственное предприятие, но они сами решают, что производить, где добывать, как делать. Это акционерное общество преимущественно открытое или другого типа, или публичные. Названия тут меняются, постоянные формы тут так или иначе изменяются. Но в любом случае они сами определяют, какую сделать зарплату. И они сделали себе зарплату, скажем, членам наблюдательного совета в Роснефти под 30 миллионов. В Газпроме под 15 миллионов. В ОРЖД тоже где-то на этом уровне. Под 20 с лишним миллионов это руководители сделали. Я имею в виду наблюдательный совет Сбербанка. И тем самым под видом этой зарплаты скрывается, как известно... Рента. Нет, прибавочная стоимость чистая. Чистая прибавочная стоимость. Почему? Потому что, скажем, ну сколько вот можно посчитать собственным трудом? Ну, есть вот шахтеры. Шахтер получает, ну, 50 тысяч. Следовательно, сверх 50 тысяч. Ну, больше, более трудного труда, чем шахтер, нету. Я недавно статью писал, по этому поводу ролик записывал, по поводу Роскосмоса. Там выясняется, что директора Роскосмоса получают примерно в 10-15 раз выше, чем космонавты. Ну, вот, пожалуйста. Вот я и говорю, посмотрите на разницу. Ну, и где-то там примерно посерединке и будет прибавочная стоимость. Потому, что в Роскосмосе самая опасная и тяжелая работа, как известно, у космонавтов. Конечно. Вот прибавочная стоимость. Это, так сказать, одно. Второе. Значит, руководители этих компаний, в отличие от государственных служащих в самом государственном аппарате, где они как бы не имеют права вести бизнес, но, как мы знаем, это очень легко обходится. То есть, кому-то поручается по доверенности. Значит, передается доверительное управление соответствующие фирмы-предприятия капиталистическое. А потом, когда он закончит свои думские дела или дела в Верхней Палате парламента, он снова получает, но уже умноженный капитал. Вот. И расплатился с тем, кому он доверял и так далее. То здесь этого ничего не нужно. Здесь просто можно приобрести часть собственности государственных компаний. Как известно, Греф и другие члены руководящего совета Сбербанка имеют какие-то проценты в собственности Сбербанка. И, соответственно, получают самую обыкновенную прибыль, самые обыкновенные дивиденды. И так же и другие госкомпании. Потому, что структура государственных компаний у нас такая. Больше 50% у государства. Иногда только буквально на один голос. А остальное все частное. Причем очень много иностранного капитала. И в том числе наши вот эти самые руководители. Поэтому они одновременно являются миниджерами. То есть, как бы исполнителями, управленцами из другой страны. Они самые настоящие капиталисты. Но они так тесно держатся. Тем более необходимо обеспечивать оборону этой всей группы. Поэтому никакие иностранные капиталисты у них это не отберут. Потому, что наш щитый, ракетный, ядерный, мощный, хороший. Ну, а вот те, которые в одиночном плавании. То они вот выплыли за границу. И глядишь их, и там арестуют, или арестуют их счета. А что значит арестуют? Это не значит, что их возьмут в собственность. Дескать, собственность ваша. Но вы не сможете пользоваться, пока не докажете законное происхождение этой собственности. И иностранные банки будут давать в кредит, получать свои проценты. Ну, а эти наши доморощенные капиталисты останутся с носом. Поэтому особенно туда не так много и стремиться. Поэтому дальнейшего расширения этого процесса приватизации, когда просто ушли бы в отдельное изолированное плавание, особенно и нет. Мне очень понравилось, что в Совете директоров Роснефти оказался Герхард Шрёдер. Да, как же оно? Карцлер ФРГ Герхард Шрёдер теперь у нас работает. Скажите, пожалуйста, а кто уничтожал наш завод, который производил Волгу? Боинга. А кто стал уничтожать вас? Теперь вас уже не государственные. Помните тогда, Владимир Владимирович, ездил и рекламировал машину? Да, он лично ездил на «Ладикарину». Он рекламировал российскую машину. А теперь это детало французское. Франко-японское. Рено, да, Франко-японское. Да, Франко-японское. Ну, и кто там думает, генеральный Боинга? То же самое. То есть, есть люди, которые очень хорошо уничтожают отечественные предприятия и потом заменяют их на предприятия, в которых уже отечественный капитал российский составляет меньшинство. И государственные в том числе. Поэтому вот картина сегодняшнего дня. То есть, вот так выглядит современный капитализм. И он, так сказать, как-то неразрывно связан со всякого рода управленцами, которые управляли в свое время в духе того, о чем говорила партия, что требовало население, что требовали интересы рабочего класса. А теперь они заботятся и о тех интересах, о которых тоже надо было давно подумать. Я потом по цитату найду и зачитаю. Да, слушаю вас. Да, поэтому они сейчас действуют в своих интересах. И у нас принцип утвердился в нашем обществе. Какой приоритет? Личных интересов. Значит, принципиальные люди, если они попадают при этом в министерство и другие органы управления, о чем должны думать? Если они принципиальные. О том, как набить карманы. Поэтому вот там уже, наверное, с ног сбился председатель Следственного комитета. Вот вчера была только статья большая в российской газете о том, сколько у нас, так сказать, коррупционных всяких сделок делается. Как широко у нас развивается коррупция и как широко с ней борются Следственные комитеты. Очень хорошо. Вот 80 тысяч дел было заведено уже только по делам, только о коррупции. Не снилось Навальному такая брюба с коррупцией. Он только там что-то сообщает, а тут людей сажают, их отбирают. Причем сейчас начали не конфисковывать, а просто арестовывают имущество, которое захвачено явно незаконным путем. И после этого ареста предлагают тем, кто претендует на него, доказать законность происхождения того, что у них есть. Если они не оказали законность, то просит его перевести через суд, посредством решения суда, в доход государству. И все. Поэтому так же это делается с миллиардами Захарченко и с другими миллиардами, которые сейчас в ходу, потому что уже миллионы, мало кто считает, уже взятки пошли и такие коррупционные дела на миллиарды. Вот такая картина. А вот у нас по этому поводу, по поводу того, что раньше люди вроде как у нас были некоторые комсомольцами, а теперь вроде как проклинают свое комсомольское прошлое, но по факту. Вот такая была книжка «Поколение П». Виктора Перемина, там была хорошая цитата, я вот ее наизусть не помню, поэтому зачитаю. «Татарский часто представлял себе Германию 46-го года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию. Бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, а генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку, прозревший, наконец, гаулятор Восточной Пруссии». Да. Хорошо. Да вот в чем сложность той проблемы, которую мы поставили здесь. Сложность ее в том, что никто открыто не заявлял, ни Хрущев, ни Горбачев, ни Ельцин, что мы переходим от социализма к капитализму. Мы совершенствуем, перестраиваем, улучшаем и так далее, гуманизируем и прочее, прочее, прочее. Больше социализма, больше демократии и так далее. То есть, если кто-то ждет, что в какой-то момент вдруг люди вышли и сказали, мы сейчас делаем буржуазную революцию. Не было такого момента. Не было такого момента, когда кто-то прямо в прямую об этом говорил. Более того, если мы зайдем в историю чуть-чуть подальше, к началу Первой мировой войны, то, наверное, мы вспомним, что происходило с партиями второго интернационала, социалистическими партиями. А их было очень много. Ну и то, что мы имеем в Советском Союзе, это как бы не первый такой случай. А вот был такой случай в 2014 году, когда все социалистические партии, кроме большевиков и болгарских тесняков, предали социализм, предали рабочую... И Жанна Жареса. Да, и Жанна Жареса. И в одночасье превратились в кого? В прислужников буржуазии. В одночасье. А когда? Как встал вопрос? А вопрос встал очень просто. Значит, надо было либо продиктовать за военные кредиты в связи с начала войны, и тогда вы идете в парламент или правительство. А если вы не проголосовали, то идете в тюрьму. И в тюрьму пошел один человек, поднял в европейских парламентах, один человек, Карл Лепнехт, и пошел в тюрьму. Ну, и все наши депутаты, большевики, Государственные думы поехали в Сибирь на свежий воздух. Все. Больше, больше никто на позициях социализма не удержался. Поэтому мы уже такой имели случай, который для нас большим вообще звонком бы должен был быть, если бы мы эту историю хорошо себе знали и представляли. Что может партия скурвиться, может партия сгнеть, может партия превратиться в свою противоположность. Причем полную противоположность. И при этом она будет говорить всякие социалистические вещи. Вот у нас все партии, которые сейчас в власти, это в основном ведь социалистические партии говорят. Социализм в Швеции. Народный, социалистический. Слово социализм. Это стало, так сказать, синонимом. У нас даже Гитлер был во главе социалистической Это наукционал-социалистическая же партия. Поэтому люди наивные думают, что если партия называется коммунистическая, да, там сто раз может называться коммунистическая. А и Пол Потт у нас был тоже во главе Хмер и Сарак. Да, Красные Хмеры, в том-то и дело. Поэтому не надо быть такими наивными. Для этого есть соответствующее понятие – ревизионизм. Ревизионизм начался с Бернштейна. Движение – все, конечная цель – ничто. То есть, какую цель ставят, она скрывается. А движение вроде идет, движение социалистическое и так далее. Но на самом деле уже поняли такие люди, как Ленин, что это принесет смерть партиям. И поэтому что сделал Ленин, когда у нас произошла социалистическая революция? Постарались от этого как-то закрыться и защититься от бывших социалистов. Вот Ленин писал про Жюля Геда. А во французской партии было оппортунистическое крыло Жана Жареса и революционное. Жюля Геда. И вот он говорит, товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, за исключением его измены, в 2014 году. Вот такая картина. И у нас вот это надо вот к этому подготовиться. Потому, что у нас ведь такое же произошло. У нас некоторые люди перевернулись на 180 градусов, а некоторые и не переворачивались. Они просто такие, как Хрущев, скрывали свою сущность подлую. Она постепенно выяснялась. Потом она выяснялась все позже и позже. И мне кажется, еще до сих пор. Она у многих... Многим эта сущность не ясна. Но мы можем, как говорится, этому посодействовать. Так вот, следовательно, здесь не следует ожидать, что вот кто-то вдруг объявит, что мы против социализма. И что мы теперь за капитализм. Такой точки не было. Наоборот, все время эта контрреволюция была в этом смысле ползучей. Если взять ее идеологическую оболочку. А если взять вопрос о власти государственной, конечно, он не может быть ползучей. Потому, что никак... Такого не бывает. Не может быть, чтобы просто было никакое государство. Либо государство... Это же сущность государства. Сущность государства. Седакласса. Либо это государство диктатура пролетариата, либо это государство диктатура буржуазии. Если вместо государства диктатуры буржуазии мы имеем государство диктатура пролетариата, начинается строительство социализма и развитие его. А если вы имеете государство диктатуру буржуазии, то вокруг может быть все построенное социалистическое. Везде социалистические названия, социалистические предприятия, социалистические газеты. Как сейчас «Советский спорт». «Комсомольская правда». «Московский комсомолец» и так далее. все социалистическое, а сущность, конечно, давно уже буржуазная. И вот, если мы с этой точки зрения начнем рассматривать уже, что происходило после смерти Сталина, потому что мы твердо знаем, и это подтверждает все серьезные исследования, которые были, что пока во главе партии и государства стоял Иосиф Петер Иоаннович Сталин, именно поэтому некоторые бешено на него набрасываются, именно поэтому его обвиняют во всяких смертных грехах, именно в то время, пока Сталин обглавлял и партию государства, наше государство боролось с фашизмом, строило социализм, укрепляло оборону, развивало сельское хозяйство, развивало промышленность, а, короче говоря, перевело Россию с пятого места на второе в мире. Вот 13-й год, хороший год в смысле развития. Вот мы берем неплохой, когда уже 14-й год, тогда война, 13-й год, пятое место в мире. И не была уж, так сказать, неразвитая Россия, потому что пятое место, она была в смысле политическом, и общественно-политическом отношении неразвитой страной, но в смысле экономического, ну, пятое место, это ведь призовое. Ну, оно нет, призовое первые три, пятое – это не призовое. Ну, близко к призовое. Ну, недалеко, да. Пятое, не пятое с конца, а сейчас у нас какое место? А сейчас тоже пятое. Вот мы пришли на уровень 13-го года, то есть не на призовое. Ха, согласен. То есть, даже мы на призовое не пришли. Ну, то давайте-то это отнесем к современной России, правильно? Конечно. На пятое место мы ушли. И то еще, это надо считать. Просто если посмотреть, например, на то, как бегают бегуны, у которых там первое, второе, пятое и все остальные места, это может прийти пятым, но при этом отставать от первого места на круг. Да, да. И вроде как ты пятый, но абсолютные показатели довольно хреновые. Да, и вот когда началось это падение? Так вот, если мы присмотримся, что стало происходить после смерти Сталина, то мы сразу увидим, какие чрезвычайные события. Вдруг того, кто у нас занимался ядерной и ракетной программой. Лаврентий Павлович. Лаврентий Павлович Берия, маршал, и который возглавлял наши правоохранительные органы, который, между прочим, разгребал нарушения, которые были у Ежова и у его предшественника, и пересмотрел многие дела, нарушения исправил. Вот именно этого человека вдруг раз обвинили, так сказать, явным образом в нелепом совершенно преступлении, что якобы он английский шпион, и застрелили. Застрелили, быстренько сляпали дело. И как это оценивать? Я думаю, что это оценивать надо так. Это было предупреждение всем членам, так сказать, руководящей верхушки. Тот, кто будет защищать Сталина, тот, кто будет защищать курс Сталина, тот получит вот то, что получил Берия. Да, причём как-то там всё мутно было, прямо скажем, с Берией. Ну, то, что дело сляпали, это же вообще её сляпали задним числом, по большому счёту. Потому что ни суда не было над Берией, нигде он похоронен неизвестно, ни как именно привели приговор в исполнение. Может, его при задержании вообще убили, или где-нибудь там по-тихому подворотне застрелили. Непонятно совершенно, что с ним случилось. Никто не знает до сих пор. И его убили для того, чтобы не продолжался этот курс. Вот какой вывод можно сделать, потому что мы твёрдо знаем, что с этого момента события стали разворачиваться и очень быстро другие. А именно, в 1956 году состоялся 20-й съезд, а его можно уже было подбирать с учётом расстрела Берии. Уже подбирать так, чтобы там не было таких людей, которые бы вылезли на трибуну и стали бы вдруг защищать Сталина. Ну, так оказалось, что при таком авторитете, который Сталин был, вдруг делегаты 20-го съезда в 1956 году мирно прослушали этот клеветнический доклад Хрущёва, в котором он был обвинён в самых, так сказать, смертных грехах. Явно клеветнический. И всё то, что было связано с развитием и построением социализма, было на самом деле оклеветано и сгажено, и спачкано и так далее. Причём этот доклад передавался представителям других партий, коммунистам, текст доклада никому не дали. Они были в таком положении, что если вы хотите оспаривать, так почитать бы. Диктофоны особенно так широко распространены не были. Вот записано это не было. А вот, так сказать, вам прочитали на собрании, всё, идите домой после этого. И это, конечно, был удар по всей партии. А у нас дома хранился секретный томик с текстом доклада Хрущёва. Вот кто забрал единственный томик. Вот я, например, первый раз такое слышу с текстом доклада Хрущёва, потому что я его прочитал впервые в книге, уже не в книге, а в известных ЦК КПСС при Горбачёве издавали, и там этот доклад был опубликован. Дескать, началась эпоха гласности, и вот тогда вдруг этот доклад был опубликован. У меня дедушка служил в известных органах, поэтому, видимо, им там выдавали, и у нас были очень большие книжные шкафы, потому что нам кровавые большевики выдали трёхкомнатную квартиру бесплатно, так издевались. Поэтому для больших книжных шкафов места было много. И вот на самой нижней полке, которая закрывалась, значит, не была прозрачной стеклянной, а закрывалась на деревянную заслонку, там был первый ряд книг, вот во втором ряде книг за ними этот томик лежал. Я его нашёл, будучи маленьким, потому что мне снизу было удобно ползать, и я это открывал, разгребал, и вот видел красная такая книжка, 20-й съезд, и там был доклад. Ну, вот если люди что-то светлое делают, они что, станут же скрывать? Они первым делом должны были это напечатать, раздать, обсуждать. А он был тайный. А как можно обсуждать тайный? Вот зачитали вам, обсуждать нечего. А после этого начались следующие события. В 1957 год. Уничтожение всей системы государственного планово-централизованного управления через министерство, которое было построено таким образом, что наверху сидели специалисты в этой отрасли, и на всю страну проводилась единая техническая политика, которая обеспечивала нам такое быстрое движение и развитие. Это во-первых. Во-вторых, система государственного планово-централизованного управления, которой ключевым звеном были вот эти отраслевые министерства, она обеспечивала подчинение производству общественным интересам. И эта система была просто обрушена одним постановлением 1957 года, которое перевело все управление на тот уровень, который был еще при Ленине, когда не было ни министерств, ни плана. Савнархозы. А что такое савнархозы? Это люди на территории, они не могут ничего технически решить, ничего обеспечить, не могут обеспечить планово-централизованное управление. Уже нет, это называется разрушение экономического содержания, экономической сути общественной собственности. Это отказ был фактически. При Ленине, видишь, и не было построено общегородные собственности. То есть, это вот уже вроде как контрреволюции еще нет, потому что государство вроде как было, так и остается. А в экономике уже начинается движение вспять. То есть, Хрущев, будучи председателем Совета министров и первым секретарем, начал использовать свое положение для того, чтобы делать такие вещи. Следующим таким крупным шагом было это, нужно было сломать вторую часть общественной собственности, это колхозно-кооперативную форму общественной собственности. Как она была обеспечена? Вот у нас есть теперь 18-томное собрание сочинений Сталина. Вот кто-то его почитает, вот увидит, что Сталин объясняет, что у нас колхозы не имели основных средств производства в руках. Земля была государственной, и вся техника сосредоточена в сети машинно-тракторных станций, которые планомерно развивались и обеспечивали все основные сельскохозяйственные и производственные процессы. Потому, что там были и веялки, и сейлки, и тракторы, и комбайны, и все, что необходимо. Средства обслуживания. Да, и средства обслуживания, ремонта и так далее. А колхозы должны были расплачиваться за эту работу натурой. Поэтому, если государственное предприятие получало напрямую план, вот вы будете производить вот это и в таких-то объемах. А здесь предлагалось производить вот это в таких-то объемах. Если вы это будете производить, мы вам обеспечиваем и трактора, и сейлки, и ветки, и все эти работы. Но вы должны расплатиться этой натурой. Если вы не хотите это делать, вы можете другое делать, но на другое мы не будем давать. Мы будем давать на вот это то, что нужно стране, и то, что нужно народному хозяйству. То, что нужно не только этой деревне, а и городу, и всем. То есть, вот эта форма была тоже разрушена одним постановлением 1958 года о реорганизации машино-трафтных станций. Их все как бы продали колхозам. Вдруг выясняется, что вам продали то, после чего вы становитесь должником. Потому что колхозы не в состоянии были такую мощную технику и дорогостоящую купить. Поэтому все справные колхозы превратились в долиняков. Это во-первых. Во-вторых, рабочие поехали в город из этих сетей машино-трафтных станций, а деревня осталась вот с этими машинами, которые стоят под открытым небом в этих самых колхозах. И теперь нет никакой системы обслуживания, ремонта. Ну и понятно, теперь в следующий год из двух комбайнов будут делать один, из двух тракторов неисправных, один исправный и так далее. И специалистов таких нет. И все это приходит в запустение. То есть, второй откат уже со стороны сельского хозяйства. То есть, этот откат был совершен еще до 22-го съезда. Это, значит, 1957 и 1958 год. Но это еще нельзя считать контрреволюцией. Почему? Потому что вот бывает движение вперед, бывает движение... Это явное движение назад, но, может быть, последовало бы исправление и движение вперед. Спрашивается, а кто будет исправлять? Ну, исправить может только государство. А государство... Вот с государством вопрос был решен на 22-м съезде. Как он был решен? Ну вот, нам, видимо... Если мы хотим разобраться в этом вопросе, надо остановиться на вопросе о том, в чем вообще суть марксизма как такового. Суть марксизма, как Маркс объяснял, что он сделал, в том, что это не я построил теорию классов, это сделали французские буржуазные историки, да? Ильей Миньей Гизо. Да, это раз. И не я разработал теорию классов борьбы, это сделали, собственно говоря, в экономической части, это сделали экономисты, в том числе Смит и Рикардо. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам. Это письмо Маркса Коэдемейеру, что вся предшествующая история была историей борьбы классов, что эта борьба классов ведет к диктатуре пролетариатов, и эта диктатура пролетариата ведет к конечному зрению классов. По этой линии и Ленин развивал эту теорию. В Великом Почине говорится, что диктатура пролетариата это научное, в латинское, историко-колоссовское выражение означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых не только в борьбе за ликвидацию антагонистических классов, но и во всей борьбе за полное уничтожение классов, что предполагает ликвидацию неравенства между городом и деревней, людьми физической и умственного труда. То есть, совершенно четко и ясно сказано, что до полного коммунизма, до полного уничтожения классов, до которого и тогда было далеко, а сейчас совсем далеко. Опять очень сильно далеко, потому что движение к уничтожению классов начинается после установления диктатуры пролетариата. Если диктатуры пролетариата нет, то тогда и об этом движении не приходится говорить. Это во-первых. Во-вторых, некоторые товарищи, зная то, что писал по этому поводу Ленин, а не забывает и второе суждение Ленина, и очень важное по вопросу о диктатуре пролетариата, которое он для всех партий коммунистического интернационала разъяснил в своей книге «Детская болезнь для визны в коммунизме». Вообще, третий интернационал коммунистический был создан для того, чтобы отмежеваться от всех этих ревизионистов, которые раньше были социалистами и предали этот социализм. Они предали как раз по вопросу о диктатуре пролетариата. Поэтому ничего тут нового Хрущев не придумал. То есть, это уже было одно такое всемирное предательство. И вот в 21 условии приема в коммунистический интернационал было записано, что не могут входить в коммунистический интернационал партии, которые не принимают тезис о диктатуре пролетариата. Казалось бы, это было все известно. И Ленин разъясняет в работе «Детская болезнь для визны в коммунизм», что диктатура пролетариата – это упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. То есть, вот это диалектическое определение диктатуры пролетариата, которое говорит о том, что если кто-то отменит диктатуру пролетариата, он хочет отменить борьбу за новое общество, за его развитие против силы и традиций старого общества. Если одна сторона противоречия прекращает борьбу против силы и традиций старого… Вторая победила, значит. Вторая, значит, победит непременно. И поэтому удивляться тому, что сразу после отмены диктатуры пролетариата пошли противоположные процессы, не приходится. А почему они пошли? Потому что, во-первых, противоположные тенденции были все время. И противоположные тенденции были не только в переходный период, антисоциалистический, но они были и при социализме. Скажем, вот мне пришлось на эту тему специальную диссертацию писать докторскую о полномерном разрешении противоречий развития в первой фазе коммунистического способа производства. И какие это противоречия? Это противоречия связаны с тем, что первая фаза коммунизма – это коммунизм с родимыми пятнами капитализма. То есть тенденции к капитализму тоже есть. Они связаны с тем, что это неполный коммунизм. А раз есть тенденция, значит, движение вперед в самом общем виде может быть только тогда, когда ведется борьба за коммунистическую природу социализма и против антисоциалистических, антикоммунистических тенденций, которые есть. Если идет эта борьба, значит, идет движение вперед. Если эта борьба останавливается, а тут ее остановили на 22-м съезде, приняли решение – все, мы прекращаем. Класс борьба прекратилась. У нас общедеродное государство. У нас социализм построен полностью окончательно. Ну, как может быть окончательно в истории? Сколько бывает случаев, когда то Наполеон содействовал, так сказать, буржуазной революции, то Наполеон стал Бонапартом и монархом. Сама постановка термина – окончательно построен социализм. Ну, как же может быть окончательно построена неокончательная форма? То есть, окончательно построена в том смысле, что вперед не пойдем, пойдем назад. Только в этом смысле. Значит, вот первый вывод уже, если берется самое общее противоречие, это то, что борьба должна быть, она должна быть до полного коммунизма. А что при полном коммунизме разве коммунизм не состоит в том, чтобы постоянно уничтожать попытки возродить частную собственность? Вот, например, как вы понимаете или как надо понимать фразу Маркса Энгельса, что наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности? Это значит, что это поддержание, общественная собственность. Если вы ее не будете поддерживать, начнется развитие частной собственности. поскольку общество создано из самых разных людей, и попытки такие могут быть, они не имеют особой экономической основы, но они исключены. Второе, а что значит борьба за общественные интересы и за коммунизм? В экономике это означает, что производство носит непосредственно общественный характер, а не товарный. И тогда, а товарность? А товарность как момент, отрицательный момент этого производства. И не только дело в том, что у нас по форуме говорится, что цена, хотя плановая цена говорилась, а не цена. Товарооборот, говорили. Товарный поезд. Товарный поезд, хотя можно было бы сказать грузовой. На самом деле вы можете доказать грузовой, вы можете говорить просто о валовой продукции, но есть тенденция выпустить больше тяжелых, если по весу меряете, длинных труб, если в метраже вы меряете и так далее. И дорогих, если вы это меряете в деньгах. Поэтому и деньги – это не деньги вообще при социализме, а это… Казначейские обязательства. Это казначейские обязательства, и это учетные, как говорил Маркс Энгель, что это рабочие квитанции своего рода. Другое дело, что в содержании их есть и момент, связанный с отрицанием их непосредственно общественного содержания. Ну, вас удивляет, что у хорошего человека есть недостатки? Не удивляет. Мы уже к этому все привыкли. Вы же все понимаете. Таких людей не бывает. Поэтому и в природе, в истории, в обществе не бывает, что сразу появилось непосредственно общественное производство, а в нем нет противоположного момента. Есть противоположный момент. Он целого не образует. Но момент есть. Поэтому борьба… Во-первых, есть как минимум теневая экономика в виде преступности. Но теневая экономика уже как бы выходит за рамки об самой экономике. Вот я сижу в экономике социалистической. Я социалистически трубящийся. Какая структура моих интересов? Мне выгодно увеличение общего пирога. Правильно? Да. Почему? Потому что есть общественные фонды потребления. Будет их больше, и я больше получу. Есть распределение по труду. Больше общественного пирога – моя доля тоже больше. Но можно получить и большую долю меньшего пирога. Это мне тоже же выгодно. Правильно? Ну, так значит, без всякой теневой экономики. Просто в самой экономике. У каждого трудящегося есть этот самый другой интерес. И поэтому вопрос стоит о приоритете интересов. И поэтому это противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарности разрешается через борьбу. Опять же, через борьбу за приоритет общественных интересов. Иначе нет общественной собственности, и вы приходите к частной. Это сразу превращается в обратное движение, в обратном направлении. Дальше. А что такое общественные интересы, когда у вас еще классы полностью не уничтожены? Есть рабочий класс, есть колхозное крестьянство, есть интеллигенции, служащие. Значит, что является общественным интересом? Общественные интересы надо понимать как наиболее передовые интересы, как интересы рабочего класса. Но у самого рабочего класса есть еще, кроме коренных интересов рабочего класса, есть побочные, всеминутные, еще есть интересы других классов и слоев. Если их поставить в углового угла, не будет интересов рабочего класса, не будет общественной собственности, не будет социализма. Поэтому противоречие по социалистической линии, по линии развития социализма разрешается только благодаря борьбе за интересы рабочего класса. А для этого надо, чтобы рабочий класс был субъектом управления. А для этого государство должно быть государством рабочего класса. И вот тогда у него должна быть система государственного планового централизованного управления, чтобы всю экономику и все производство и все течение хозяйственной жизни, а следовательно, и жизни в целом, поскольку экономика – это основа, подчинять интересам рабочего класса и тем самым интересам всех трудящихся. А что, другого элемента нет? А у нас нет стихийности. Да у нас в стихийности при полном коммунизме будет. Вы никогда все не познаете. Конечно, не познаем, как возможно. А тут, кроме этого, есть еще различия в интересах. Вы мне дали такое задание, а мне выгодно вот это сделать, и за это получить больше. Поэтому подрывает планомерность не только недостаточное познание, но и вот эта борьба побочную, семиминутную, интересы которой имеют место при социализме. И вот вывод отсюда, как оно разрешается? Оно разрешается с помощью системы государственного планового централизованного управления с нажимом или с ударением на слово «государственное». Что это классовая борьба, но в сфере экономики. Что вы продолжать, должны осуществлять классовую борьбу до тех пор, пока классы полностью не уничтожены. А если вдруг вы объявите, что классовая борьба закончилась, да, и что государства у нас никакое, объявить, что оно вообще народное, это сказать, что оно никакое, то все пойдет назад, все пойдет спять. Более того, а само государство, оно что, вне этих противоречий? Конечно, там же те же самые люди сидят. Государство – это всего лишь срез отражения общества. Да и более того, они там сидят люди, что точно не рабочие. Нет, конечно. Ну, может, они вчера были рабочие, но сегодня тоже нет. Да, вчера были рабочие, сегодня не рабочие, и поэтому там сидят люди, которые по смыслу своей деятельности должны служить рабочему классу, государству рабочего класса, и тянут во всем трудящимся. Но они могут, между прочим, думать и в каких-то других своих интересах, у них же тоже есть. У всех трудящихся есть другие интересы. Отсюда ведомственность, местничество, карьеризм, бюрократизм. Это разве не было при социализме? Разве они куда-нибудь исчезли? Разве они могут, могут эти явления, государственные болезни исчезнуть, пока есть государство? Тем более местничество у нас с 15 века имеет такую славную традицию. Ее Петр I и Федор Алексеевич пытались уничтожить, и не смогли. Нет, пока есть государство, пока вообще есть государство и необходимость в государстве, государственные болезни будут существовать. Их никакими уговорами, разговорами не уничтожишь. Какое средство борьбы? Ну, во-первых, надо преследовать тех, кто является нарушителем государственных интересов внутри государства. А как вы будете их преследовать, они сами себя будут преследовать. Поэтому Ленин на эту тему задумывался в разливе еще до того, как революции еще собирались сделать. Задумывался, что какие есть средства. Во-первых, партмаксимум. Зарплатный. Зарплатный. Который означает, что вот вам 500 рублей, то есть на уровне зарплаты хорошего рабочего. И, скажем, чиновники, это не зарплата их, а это жалование. То есть, что народ пожаловал, а народ пожаловал, как живет весь народ. Если берете вы среднюю зарплату рабочего. Вы хотите повысить зарплату свою? Прекрасно. Давайте повысим зарплату всех рабочих. А всех рабочих не повысить. Их много. Их надо сделать только для этого, развивать экономику. И надо всем повышать. И всем. И рабочим, и служащим, и медикам, и учителям, и врачам. Потому что рабочий не может улучшить свое положение без медиков, без учителей, без ученых. Потому что без них не будет технического прогресса, не будет роста производительности труда, без инженеров и так далее. То есть, партмаксимум. Как этот партмаксимум у нас замотался? У нас еще при старении он замотался. Вот он замотался. Видимо, сначала мы этот партмаксимум не устанавливали буржуазным специалистам. А потом оказалось, что уже и советские не стали устанавливать. А это же очень важный принцип. Второе, что предлагал Ленин, имея в виду эту опасность, это никаких денег на представительство. А сейчас вот я недавно вижу, постановление вышло. Теперь, значит, когда будет какое-то у вас представительство, то есть вы будете отмечать очередной праздник социалистический, как победила Красная Армия в войне и так далее, чтобы вы не иностранные вина пили, а наши, российские. Это вот, так сказать, деньги будут за государственный счет. Все это организовано. Вот это все представительство. У Ленин написано одно. Никаких денег на представительство. Ну, потому что разлагаются люди. И разлагаются очень быстро. Ну, и самое главное, а это самое главное, чтобы было организовано участие в управлении труящихся всех членов общества. А как это сделать? Ну, это как вы будете участие в управлении? Вот представьте, если сейчас люди вечером выползают с фабрик и заводов. Какое участие в управлении? Уже темно, они уже вымочены, они ничего не могут. Они уже могут только добраться, перекусить, лечь спать и опять утром вставать. Поэтому в программе, во второй программе, которая еще была принята в 2019 году, во второй программе РСДРП большевиков, и, кстати, при Сталине программа не менялась, было записано в дальнейшем при росте производительности труда сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством для каждого трудящегося 2 часа в день уделить обучению военному профессиональному искусству. Вот очень важно, да? И техники практического обучения, техники государственного управления. То есть, чтобы все управляли государством. А Ленин в государственной революции формулировал так. Надо, чтобы все на время становились бюрократами, ну, в кавычках. То есть, в управление входили. И чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Надо сказать, что вот эту задачу за время социализма в нашей стране разгрызть не удалось. Зато удалось в качестве примера греческим полюсам, например, Афинам. У них была такая... У них еще не было бюрократии, в принципе, вообще. Зато у них каждый свободный гражданин обязан был по плану какое-то количество времени в году осуществлять те или иные бюрократические функции. А потом в конце года его за неправильное исполнение общественной функции могли посадить в тюрьму, оштрафовать, казнить или, самое страшное, выгнать из города. Вот этот ценный опыт мы, к сожалению, не использовали. Это к тому, что если кто-то не верит, что это невозможно, это возможно. Потому что это было конкретно на определенном этапе исторического развития. Когда Сталин был у нас кем? Он возглавлял раб Крин, рабочую крестьянскую инспекцию. И рабочая крестьянская инспекция приходила и проверяла деятельность кого? Органов государственного управления. И приходила и проверяла, в чьих интересах вы это делаете. И докапывалась вот эта задача и до этой мысли. В чьих интересах вот эта ваша работа. И выяснялось, что очень многое не надо делать. А кое-что надо делать другое. И так далее. А после этого этой задачей занимался долгое время Орженикиза. Потом пошли неотложные дела вроде подготовки к войне. Потом сама война. Потом страшные потери. Потом восстановление народного хозяйства. То есть, можно сказать, что появились такие большие проблемы, которые в какой-то степени, так сказать, эту задачу куда-то оттеснили. Но сама эта задача не исчезла. Потому что вот мы с вами последовательно рассматривали эти самые разрешения противоречия. Вот без этой задачи, если вы не будете привлекать всех трудящихся в управление, и если не будет, так сказать, такого положения, когда бюрократ совершенно защищен. Потому что другие не разбираются в этом. Они совершенно не понимают, что он делает. А он бесконтролен. А бесконтрольный человек опасен. Он может делать то, вот что делал Хрущев. Он бесконтрольно это делал. Ну, а те, кто пытались контролировать, как Берия, их, так сказать, вот в данном случае надо пристрелить. Поэтому надо, чтобы таких людей, которые бы контролировали, было много. Чтобы каждый был готов это контролировать. Вот поэтому эту задачу нужно решать. Это и советы, которые построены по принципу избрания депутатов от производственных единиц, чтобы можно было их легко отозвать с любого уровня. И так, чтобы со второго уровня никто не мог пойти, так сказать, не помимо этого предприятия, наверх. А избрать любого. Можно было интеллигента, ученого. Можно, так сказать, инженера избрать. Но важно, чтобы коллектив мог послушать его и мог его посмотреть на его отчет и отозвать в случае чего. Отозвать очень простым решением. Он ушел тогда из городского или областного совета. И заодно и со съезда советов. Так что это очень важное дело. Ну, вот надо сказать, что по этой линии у нас было слабое место у того социализма, который был у нас в Советском Союзе. И, видимо, это слабое место себя проявило. Тем более, что такого рода проходимцы, как Хрущев, они раньше были и, может, еще будут. И надо против таких... Проходимцы обязательно будут. Да, и против таких проходимцев нужно иметь, так сказать, надежную защиту. И вот собирается 22-й съезд и принимает решение о том, что надо переделать программу. Безграмотная с точки зрения теоретически вообще. Например, написано, что через 10 лет будет коммунизм. А коммунизм у нас с какого времени? Мы же в первой фазе жили коммунизм с 1936 года. Да, 35-36 год. С 1936 года мы живем при коммунизме. Поэтому когда будет коммунизм? Здравствуйте, проснулись. Потом, а какой хоть какой-нибудь социалист, как сказал бы Ленин, мог бы, серьезный человек, мог бы сказать, когда будет полный коммунизм? Можно такое говорить? Это же длительный процесс. Это труднопрогнозируемо. Это вообще труднопрогнозируемо. Поэтому никто из серьезных людей... Энгельс, например, расучился и говорил, что там будут люди, не поглупее нас с вами, они разберутся. Когда его начинали допрашивать, а что будет при полном коммунизме? Он говорит, ну, надо дожить до этого дела. То есть, мы знаем эту дорогу. Пока классы полностью у него не сожены, нужно, чтобы это осуществлялось движение и борьба против всех попыток это движение затормозить. И как эта борьба, какой является? Это классовая борьба. И в этой классовой борьбе главным орудием является государство. А государство какое здесь? Если это государство рабочего класса, продолжается движение вперед. Если это государство говорит о том, что я не рабочего класса, тогда это движение уже не вперед. Тогда все те отрицательные тенденции, которые мы с рассмотрели, они все получают бурное развитие и утаскивают страну назад. И поэтому то, что произошло на 22-м съезде, объявление о том, что наше государство стало общенародным, оно не просто безграмотное, это объявление. Потому что еще Энгерис доказывал, что соединение слова народ со словом государство – это бессмыслица. Либо это народное государство, тогда оно уже не государство. А если оно государство, то оно… Инструмент насилия в руках правящего класса. Значит, это уже не народное. Да. Потому что даже социалистическое государство, оно же не интересы вообще всего народа отражает. Потому что есть же некоторая небольшая часть народа, которая имеет что-то противоположные интересы. Ну, я бы даже сказал, что весь народ имеет еще и противоположные интересы, которые не являются главными и решающими. Поэтому и государство должно помогать каждому трудящему, если правильно разрешить это свое противоречие интересам. Вот то, что всякое государство носит классовый характер, это азбука марксизма. И на это Ленин обращал внимание неоднократно. В статье «Мелкобуржуазная позиция в вопросе о разрухе» Ленин пишет. В вопросе о государстве отличать в первую голову, какому классу государство служит, какого класса интереса оно проводит. В книге «Государство и революция» подчеркивается, что по Марксу государство есть орган классового господства. В статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин ставит вопрос так. А что такое государство? И отвечает. И это организация господствующего класса. Эту же мысль Ленин растолковывает в статье «Удержишь ли большевики государственную власть?» Государство, милые люди, есть понятие «классовое». Государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. В докладе на Втором Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 1919 года Ленин подчеркивает. Вопрос стоит так и только так. Либо диктатура буржуазии, прикрытая очередилками всякого рода голосованиями, демократией и тому подобным буржуазным обманом, которым ослепляют дураков и которым могут теперь козырять и щеголять только люди насквозь и по всей линии ставшие ренегатами марксизма и ренегатами социализма. Либо диктатура пролетариата. Подготовленной Лениным программе РКПБ было записано в противоположность буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер ее государства, советская власть открыто признает неизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло деление общества на классы и вместе с ним всякая государственная власть. В брошюре письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком и Ленин классовый характер государства подчеркивает самым решительным образом. Либо диктатура, то есть железная власть помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет, а середину мечтают попусту борчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, прикрытая пышными сэровскими и шевийскими фразами о народовласти, учредилке, свободах и прочее. Либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего 19 века, тот безнадежный идиот. Ну, я думаю, что сказать, что Хрущев безнадежный идиот, это недостаточно. Это люди, которые, судя по их деятельности, к чему эта деятельность привела, к чему и как развивались события, это люди, которые являлись сознательными, умышленными врагами социализма. Но они ренегаты, отступники, изменники. Вообще страшнее изменники и ренегаты, они страшнее обычных просто врагов. Ну, вот скажем... Честное оружие, про них все ясно. Все ясно, и с ними можно договориться, и с ними можно какие-то даже заключать союзы по каким-то частным вопросам. Но вот Советский Союз со своими представителями классовых врагов, скажем, с Францией, с Англией... У нас даже с Германией был договор о нападении некоторое время. А вот что касается ренегатов, предателей, отступников, но тут ни о каких договорах не может быть, они могут повезти только назад. Сейчас нам легко говорить, вот уже в 1919 году события показали, что мы точно пришли к капитализму. Точно все, вот как писал Ленин, что так именно и произошло. Что раз у вас нет диктатуры пролетариата, то у вас будет диктатура буржуазии. И мы диктатуру буржуазии получили. Когда это произошло? Значит, это же не какая статья. Вот я написал статью. Ну, вы напишите другую статью, а третью написать третью статью. Дело-то не в статье, а дело в том, что на съезде правящая партия, то есть, которая руководит государством, решения которой будут проводиться в том числе силой государственных органов, то есть, насилием, вот это государство, то есть, эта партия правящая принимает решение. Все, диктатуру пролетариата мы убираем, она изжила себя, общенародное государство. Ну, это зашифровка или зашифрованное буржуазное государство. Вот смысл того, о чем писал Ленин. Не бывает никаких народных государств. Если вы против диктатуру пролетариата, вы за диктатуру буржуазии. Поэтому самая печальная картина, которую мы видели, когда съезд 22-й в большом зале проголосовал за вот эту программу, из которой вот это выброшено, учение о диктатуре пролетариата. И сказано, что, дескать, у нас больше не диктатура пролетариата государства. Более того, в этой программе, которую приняли как партийную программу, выброшена и цель производства, которая стояла, цель производства была обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А вы поставили цель в удовлетворении потребности. У вас есть потребность в театр ходить? Ходить. А у меня потребность водку пить. Я буду водку пить. И все. И никакого социализма нет. Водка полезная. А если героин? Я буду бояршник пить. Жизнь будет тяжелой, но недолгой. Вот так. Так что на вопрос о том, когда была совершена, произошла контрреволюция, можно сказать, в тот момент, когда большинство или практически единогласно, 22-й съезд, правящий коммунистической партией проголосовал за эту самую программу. Тем самым коммунистическая партия подписала себе смертный приговор. Она с этого момента не является коммунистической партией, она является ревизионистской партией, буржуазной партией. Она сошла с позиций коммунизма. С ней произошло то же самое, что было с теми соцпартиями, которые в 2014 году перед войной стали вдруг буржуазными в одночасье. И также в одночасье вот эти самые делегаты стали участниками и соучастниками контрреволюции. Получается, 17-31 октября 1961 года. Да. Октябрьская революция. Да, октябрьская контрреволюция. Октябрьская контрреволюция. А дальше события развивались, вот как они должны быть. Вот все те тенденции, которые существовали при социализме отрицательные, которые мы сегодня уже обозначили тоже, все их упомянули, эти тенденции стали развиваться. Причем они сверху начали развиваться. Вот этот весь государственный аппарат, партийно-хозяйственная номенклатура. А номенклатура – хорошее слово. Номенклатура – это перечень. Перечень тех мест в управлении, которые надо особому контролю, подчинять, чтобы, так сказать, удержать власть рабочему классу. А если теперь рабочий класс, так сказать, как тот, та основа, которая должна удерживать власть, выброшена, тогда эта вот номенклатура начинает решать свои проблемы. Сейчас это вообще записано у нас. Принцип приоритета личных интересов. Если меня отправят в министерство, о чем я должен подумать? А как улучшить свою жизнь? Конечно. Это же принцип нашего общества. Я же принципиальный человек, а как принципиальный человек я не могу поступиться принципами и буду действовать только так. Поэтому у нас что получилось? У нас получилось, что началось становление класса буржуазии. Это не только вот те самые теневики, которые к этому времени были. Это и всякого рода кооперативы, которые Собчак проводил и продвигал, и так хитро это тоже называл обманным путем, что, дескать, есть кооперативы, есть члены кооперативы, а есть работники кооперативов. Вот члены кооперативы – это капиталисты, на самом деле. Это понятно. Это понятно. А вот работники – это вот и есть рабочие, эксплуатируемые. Но это ведь называлось тоже так красиво. Дескать, кооперации у нас, кооперативы. Закон о кооперативах он прозащил. То есть закон о кооперативах – это был закон о переходе к капитализму. Какое государство приняло закон о переходе к капитализму? Это, конечно, буржуазное государство А какое государство приняло Реформу 1965 года Которая все Перевернула Либермана Харьковского Которая перевернула полностью Какие были показатели Натуральные Номенклатура Что производить Производительность труда Важнейшая Снижение цен Прибыль была нормативной В войну Как мы считали цену Снижаем себестоимость продукции Вот она была Снижается себестоимость За снижение себестоимости Поощряли материально Из фонда директора Нормативная прибыль прибавляется Себестоимость и получается оптовая цена Оптовая цена снижается Почему? Потому что себестоимость снижается И у нас с 1942 по 1944 год Себестоимость И цена танков, пушек И самолетов Снизилась вдвое А производство увеличилось вдвое И доля Ну там не совсем вдвое Т-34 если Как образцовый танк Это вы отдельно берете Он чуть-чуть меньше Чем вдвое Это по-разному Это вы отдельно берете Я беру итоговые цифры В целом за 1942-1944 год Расходы В военном бюджете На оборону сократились Да, это удивительно Это неудивительно Это понятно, что Сначала развернули Больше уже никого нельзя было В оборонное производство Все остальные пошли на фронт Или в обеспечивающие Какие-то В отрасли А осталась Осталась одна дорога Технический прогресс И вот благодаря этому Техническому прогрессу Вдвое повысилась Производительность труда Ну соответственно Вдвое сократились цены И соответственно Не увеличились затраты Хотя были еще и сборы Еще трудящиеся Много-много сдавали Очень много сдавали Средств для того Чтобы можно было Производить Для армии Новые вооружения То есть Получился полный период Какие показатели Пошли с 65 Рентабельность Первая Рентабельность Это что? Отношение прибыли К фондам То есть Прибыль деленная на фонды Раз Второй показатель Это прибыль Собственно Собственной персоной Третий показатель Объем реализации В деньгах И сразу появились Такие изобретения Как например Взять и укоротить Лампочку Утончить Вольфрам Вольфрам Уменьшить И тогда она чаще Будет гореть А то у вас горит И горит И горит И горит И горит Так надо же Прибыль получать А тут раз Она у вас перегрела Пошли в магазин Она снова перегрела Пошли в магазин И пошло И дальше И пошло И поехало Райкомы Которые еще не поняли Что они в оппозиции Теперь К этому государству В оппозиции Поскольку они пытались Пытались удержать Рост цен Они стали ненавистными Они не позволяют Увеличивать фонды А фонды Формировались Уже С 65-го года В зависимости от объема Реализации Продукции От рентабельности От прибыли И поехало Поехало И вот Я помню Была книжка Такая Учебник Для системы Партийной учебы Медведева Вадим Андреевича Вадим Андреевич Вы наверное знаете Он был секретарь ЦК КПСС Халуй Горбачевский И он до сих пор Ходит там В фонде Горбачева Я его там даже видел А он был у нас Секретарь обкома По идеологии Он из экономического факультета Он известный товарищ Он написал Вот такая книжка вышла В политэкономии Там был нарисован рубль Это не вот такие Вот немного рук От этого рубля Он показывает Ход расчет Себестоимость Цены Рентабельность И так далее Вот если у вас В системе партийной учебы А тем самым В государственной системе Вместо головы рубль То к чему это может Все прийти Только к развитию капитализма То есть поэтому С того времени Раскручивается Спираль Движения капитализма Убирается комитет цен Вот Павлов Например Председатель комитета цен Я его лично знал Лично знал Потому что я был Участником на совещании По ценообразованию И вот взял и написал Я для планового хозяйства Статью о снижении цен Как снижение цен Как средство стимулирования Развития народного хозяйства И главный редактор Был за то Что эту статью публиковал Он послал на рецензию Павлов А Павлов отвечал за вот этот Как председатель комитета цены А потом он стал Председателем совета министров Он отвечал за этот раздел И он нажал Отрицательную рецензию Как это снижение цен Не должно быть снижение цен Я пошел к главному редактору Он говорит Мы должны что-то придумать Давайте другое название Михаил Васильевич Давайте назовем Экономический контроль И тогда уже Надо не ему посылать А другому Послали другому И эта статья вышла В планового хозяйства То есть Уже такая внутренняя борьба шла И скажем Я пытался долго-долго Опубликовать статью О классовой борьбе При социализме Против мелкобруженности Борьба с мелкобруженностью Классовой или не классовой Что я какие-то свои Мелкие интересы Побочные Я их делаю для себя главными И за них борюсь А общественные интересы Не осуществляю Не решаю Приоритеты не соблюдаю Я обошел Много-много журналов И только журнал Научный коммунизм Публиковал Потому что там товарищ Удовенко Член редколлегии И сам ответственный секретарь Аналогичную статью тоже Пургал Раньше меня То есть, мы как бы были В некотором Оборонительном положении И в оппозиции С учетом этого государства Написано еще было в программе Что рабочий класс Руководящая сила Прибрежневе Который вроде бы Участвовал в снятии Хрущева А Прибрежневе Продолжалась Та же самая линия И усугублялась Реформа Косыги Напреком была Да, уже Но она подготовлена Она подготовлена была При Хрущеве А вот проведена Прибрежневе И дальше Какой-то там поправки Были сделаны После ввода Войсов Чехословакии Поскольку вдруг Было сказано Что Дубчик Ревизионист Ну у нас те же самые Ревизионистские процессы Здесь были Так Дубчик Почему пошел Активно на ревизию Потому что у нас Дома то же самое было Ну может быть Не так резко И ярко Но тем не менее То же самое было Именно так Поэтому Скажем Мои попытки Опубликовать статью В которой было написано Руководящий роль Рабочего класса Как в новой программе Наталкивались На железное вычеркивание Этого самого Вот такого текста И для того Чтобы все-таки Эту идею провести Я стал писать Пошел на хитрость Стал писать Рабочий класс Руководитель Социалистического общества Редактор берет Эту ручку А слова ведут Или нету А так вычеркивали Писали Ведущая Сила Ведущая А ведущая Вот у нас Заднее колесо Ведущая Руководитель Сидит впереди И управляет машиной Поэтому На Хрущеве Не кончилось Все это продолжалось Это цепочка Генеральных секретарей Плоть до Горбачева И потом Ельцина Который уже Не генеральным стал А пытался По партийной лестнице Залезть на самый верх Он был уже кандидат В члены Политбюро Поскольку Все осуществлялось То что им нужно было Он потом У него не получилось Тогда он По другой лестнице Залез По президентской И стал Этот разрушитель России Поскольку 12 числа Июня Что отмечают Отмечают решение Верховного Совета О том что Союзные законы Не действуют На территории России Верховенство Российских законов Над союзными Если верховенство Российских законов Союз был уничтожен 12 июня 1990 года А в 1961 году Заглажен Товарищем Горбачевым С помощью референдума Где стоял вопрос Вы за обновленный союз Как союз Суверенных государств То есть разделенных То есть изолированных Как вот СНГ То есть Дальше уже Все это двигалось Двигалось и постепенно Все хуже и хуже Экономики И дальше Этот процесс При сопротивлении Поскольку не объявлено Живело в лоб Что у нас идет капитализм Поэтому люди На местах Пытались проводить Социалистическую Политику Но эта социалистическая Политика наталкивалась На руководящую роль Уже буржуазной КПСС Которая Предала вообще Диктатуру Рабочий класс И предала свою Коммунистическую природу И на силу государства Поэтому силой государства Это сопротивление Ломалось Поэтому Начиная с 22-го съезда Диктатура буржуазии Привела дело К тому К чему она должна была Привести К тому Чтобы у нас Уже к 91-му году Установился Обычный Капитализм Спрашивается Зачем Вот это мы все Так сказать Разбираем А вот Я бы ответил На этот вопрос Так Вот сейчас Есть всякие Коммунистические Марксистские Левые Там Очень левые Красные Очень левые Розовые Разные силы Которые тоже Говорят о социализме И думают Как бы его воссоздать Ну Каждый Как сказать Понимает по-своему И так далее Мы сейчас Движение За новый социализм За новый социализм Да Но новый же Тот который будет Точно будет новый Движение За новый социализм А не получится ли так Что если мы Вот в этом не разберемся Что мы снова Не заметим Как Из этого Нового социализма Снова получится Новый Капитализм И некоторые люди И не хотят Присоединяться К таким гражданам Которые этого не понимают Потому что Если эти граждане Приведут к тому же самому А потом нас снова Все это сползет И все усилия которые будут потрачены на создание социализма, на социалистическую революцию, на организацию рабочего класса, потом они будут тщетными, то никто не хочет с таким людям присоединяться. Я думаю, что иногда считали Сталина подозрительным, что он как-то все смотрит, все ему кажется происки. Въедливый какой-то. Очень какой-то въедливый. А вот тут нужна большая въедливость, потому что вы должны видеть, что за всеми этими красивыми словечками про народном государстве, огласности, о народовластие скрывается капитализм. И поэтому, если вы хотите против него бороться, вам надо другие слова употреблять. Диктатура рабочего класса. Как говорил Лень, диктатура – слово суровое. Это вам не кисель. А наша власть больше похожа на кисель. А нам нужна железная власть. Нам нужны железные батальоны пролетариата. А наша власть больше похожа на кисель, а не на железо. Поэтому надо в этом вопросе разобраться. Если будут люди, которые в этом не разобрались, и на позицию диктатуры пролетариата не встали, ничего путного из этих течений, движений, из этого розового, красного, нового социализма, ничего не получится. И главное, что если даже что-то и получится, то все это развалится. Потому что надо понимать, что и государство здесь не панацея. Потому что смысл диктатуры патриата не только в том, что государство является государством диктатуры патриата, что диктатура патриата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Вот что надо усвоить. Если этой борьбы нет, если вы не перевешиваете своей борьбой, противоположную борьбу, противоположной тенденции, если вы не забываете, что есть диалектика исторического развития, чтобы вы хорошее не делали, всегда есть что-то плохое, которое вам будет мешать. Если вы думаете, что вы вышли с честным намерением, с хорошим настроением, что-то делаете, а вам все время мешают, правильно говорят, что плохому танцору всегда что-то мешает. А вот в данном случае политикам мешает незнание самих основ диалектики, непонимание того, что всякое движение вперед, всякое развитие, это развитие через борьбу противоположностей, что есть в каждом развитии, есть борьба нового со старым и старого с новым. И поэтому всякое движение вперед состоит в преодолении вот этой тенденции противоположной. Не просто другой, не просто разной, а именно противоположной. Если вы таких противоположных тенденций не видите, хоть сейчас, хоть при социализме, хоть при полном коммунизме, вы слепы в отношении политики и в отношении развития общества, в отношении улучшения жизни людей. И тогда вы можете оказаться вот в таком положении, в каком оказались мы все сейчас. Потому что даже те, кто сидят за этим столом в то время, во время того съезда, кто еще ходил в школу, а кто и до вуза не дошел. То есть таких людей сейчас, которые сознательно в это время разбирались, почти не осталось. Это факт, почти не осталось, что мне было. 14 лет, когда союз закончился. Мне было, когда был 22 съезд, 16 лет. И вот вступил я в партию в 1967 году. И меня спрашивают, а вот когда вы вступали, вы понимали, в какую партию вы вступаете? Что вы вступаете уже в некоммунистическую партию? Нет, не понимал. Нет, не понимал. Я был вот в комсомоле. Мы, так сказать, ездили на комсомольские стройки, организовывали комсомольскую жизнь. Но постепенно события показали, что вот это направление сталкивается с очень сильным сопротивлением. И на самом деле мы себя чувствовали тогда. Не сейчас. Сейчас мы тоже себя чувствуем в оппозиции. Но тогда мы чувствовали в оппозиции, когда была правящая коммунистическая партия. Когда везде висели лозунги, везде разговоры были при коммунизме. А люди, которые действительно стояли на позициях рабочего класса, были в оппозиции. Вот что надо понять. Раз контрреволюция произошла в октябре 1961 года. По поводу парцов максимума, в заключении еще один хороший пример из Древней Греции. Когда, скажем, афинский гражданин выполнял бюрократические функции, за плохое выполнение этих функций, а также, например, прямое вредительство на посту ответственному, были очень серьезные угрозы, как я уже сказал. Можно было получить полный спектр. От тюремного заключения и штрафа до смертной казни и изгнания, что считалось страшнее смертной казни. А если ты все хорошо делал, положено было овация или лавровый венок. То есть, с одной стороны топор, а с другой стороны венок на голову. Вот в этом смысле. Это, на мой взгляд, конечно, метафорическое, но отображение того, какой должен быть новый человек. чтобы он был готов нести всю меру ответственности, точно осознавая, что высшей наградой является благо общества. Да. Вот. Вроде бы все сказали. Я думаю, что да. Спасибо большое. Вам спасибо. Очень интересно. Так. Статью где-то можно прочитать. Ссылку, наверное, подвесим. Да. Можно прочитать в журнале научных расследований. Она есть. Она есть. Вот эта статья пока есть в Российском информационном научном центре, Е-лайбрери. На русском языке. Да. Но я думаю, мы ее повесим где-нибудь, найдем. Потому что я тоже ознакомился. Это я хочу вам подарить. Спасибо большое. Научное расследование. Да. В следующий раз, я думаю, нужно будет разобрать вопрос, собственно, как так вышло, что основная масса населения, и в том числе население партийного, резко не выступило против решений 20-го и 22-го съездов. Это, по-моему, кардинально важный вопрос. Я думаю, много очень читали Ленина, Маркса, Энгвиса. Не, ну, читали же в самом деле. Однако почему-то как-то раз и не выступили. Да. Вот это вот... Это давайте мы обсудим действительно. Это отдельный большой вопрос, потому что у меня по этому поводу масса мыслей есть. И я их даже уже высказывал здесь, и не только здесь. Ну, как-то нужно это консолидированно собраться и попытаться на этот важный вопрос ответить. Потому что этот вопрос нам сразу это будет... Вот просто предсказываю, как Нострадамус, как Ванга и как Павел Глоба одновременно, что в первой десятке вопросов, которые будут заданы после ролика, вот один из этих десяти вопросов – это будет вот тот, который я озвучил. Вот. Ну что, на сегодня всё. Спасибо, товарищи. Всем пока. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»